Всем привет! Как дела, ребятушки? Я тут вздремнул немножко днём, подморчание котика. Вот мне что подумалось. У меня есть книжка на польском о Гарри Поттере, первая часть. Я до этого в детстве прочёл все книжки на русском языке о Гарри Поттере. И мне вот в детстве хотелось, чтобы это было правдой, чтобы существовала школа волшебства и магии. И я сейчас такой проснулся и подумал, что это оказалось правдой всё. Я тогда в детстве не верил. Конечно, хотелось верить, но понимал, что это всё неправда. Выдумка очень красивая, классная сказка, основанная на мифологии разных народов. То есть... Но, тем не менее, это всё неправда. Сейчас я просыпаюсь и понимаю, что, в принципе, я уже сейчас живу в этом своём мире. Как вас туда направить, ребят? Да я не знаю, всё постоянно заохочиваю и заохочиваю вас сутты послушать, а вы не слушаете. Влияют очень на ум, сутты, слова Будды. Мы в очень счастливое время живём. То есть нужно, чтобы совпало два очень редких случая. Рождение человеком. То есть вы, тот, кто меня слушает, ты, я. Мы родились человеком, мы сейчас люди в этой жизни. Если смотреть глобально и масштабно, то это случается крайне редко. Почему? Потому что, посмотрите, это уже сейчас видно в этой самой жизни, сколько животных. Вот сравните просто количество, сколько людей и сколько животных. Людей, миллиарды, а животных, я даже не знаю названия таких чисел с таким огромным количеством ноликов. Сколько там червячков, букашек. Уже не говоря о том, сколько мы съедаем животных в течение одной своей жизни. То есть вот один человек, и задумайтесь, и сколько он съедает на протяжении одной своей жизни животных. Я не призываю к веганству или вегетарианству, я просто говорю, что задумайтесь над тем, что рождение человеком – это редкая удача. Гораздо большее количество существ рождается в мире животных, в низших мирах. Откуда выбраться очень сложно. Поэтому вот, ребята, первый редкий случай. Мы родились людьми. И теперь случайнейшим образом должно так совпасть, что мы родились в эпоху наличия в мире учения Будды. Притом, нужно родиться не в дикой какой-нибудь стране, где вообще не слышали про Будду и про его учения, и про сансару. И не стремятся люди выйти из нее. А нужно родиться в стране. Но мы сейчас родили в счастливое время. Когда у нас есть интернет. Когда у нас есть доступ к информации. И вот, ребята, на протяжении своей жизни я пришел к тому, что самые ценные знания – это, конечно же, знания, которые оставил нам Будда. И если в нас пробуждается такая вера в Будду, в его слова, мы начинаем читать, мы начинаем интересоваться. И когда мы прочтем и прослушаем сутты, когда мы с ними согласимся, а нужно иметь именно такой подход. Если мы с чем-то не согласны с суттой палийского канона, то следует себе сказать, что сутта права, а я не прав. Стоит подумать, стоит осмыслить. Конечно, нужно также учесть, что прошло уже 2600 лет, на языке палий, никто не говорит, ну или немногие. Я им не владею. Мы можем читать лишь русские переводы или английские переводы. Но эти тексты работают. Они изменяют ваше сознание. Также я на самом деле не так давно понял, что... Вот вроде бы это такие простые тексты, такие хорошие. Будда таким простым языком все излагал, чтобы по полочкам все разложить людям, чтобы понятненько все было. Но тем не менее, тем не менее, я вижу, как многим людям, большинству людей сложно. Они это вообще не воспринимают. Им это неинтересно. Им очень трудно понять. Четыре благородные истины. Четыре истины благородных. Они ослеплены, восхищены жизнью. Я, честно говоря, не понимаю до конца, почему. Но мне моя знакомая подруга объяснила так. Вот это ты такой старый. Возможно, я в прошлой жизни был знаком с учением Будды. Ну и поэтому не зря я здесь родился, чтобы и с другими поделиться. Каждый может послушать сутты, они залиты на моем YouTube-канале. Все аудиосутты. Трех некай. Трех из четырех основных некай. Самюта некая. Ангутара некая. Маджхима некая. Все это можно послушать на русском языке, ребята. Возможно, вы не понимаете, не представляете, какая это редкая удача. Поэтому я вам об этом и рассказываю. Рассказываю. Так вот, мне моя подруга объяснила это таким образом. Представь, что кто-то в прошлой жизни был собачкой. Сейчас родился человеком. Для него огромное счастье быть человеком. Восхищен, радуется жизни и так далее, и тому подобное. Ты ему какие-то четыре благородные истины подсовываешь. Ну, конечно же, он их не поймет. Конечно же, он ослеплен человеческими нитями удовольствий. Так что, ребята, каждый из нас может стать Гарри Поттером. Может освободиться из сансары. Мне сейчас так классно и хорошо наедине с собой, что мне вообще не нужно общение с людьми. Я бы ни с кем не общался. Вот я снимаю комнату уже в Варшаве. Я ни с кем вне работы не встречаюсь. Ну, редко там случается. Нет такого стремления, по крайней мере. Ну, на работе, к сожалению, приходится общаться с людьми. Но работу я себе такую ищу и нахожу спокойную. Мне хорошо в своем мире, наедине с самим собой. Это был постепенный процесс. Вначале я когда-то прочел Тхамабаду на польском языке. Вообще, я чисто случайно наткнулся на четыре истины. Искал себе что-то в Ютубе на польском... Прошу прощения, не на Ютубе, а в Гугле. Что-то искал на польском языке. И вдруг наткнулся на текст четырех благородных правд. Вот. Мне это очень дело понравилось. Я как бы страдал. Я был недоволен жизнью. Я понимал, так скажем, первую правду о страдании. Но, конечно, был не способен сам увидеть ни пути, ни способа освобождения. И это было для меня огромное вау. Когда-то был человек, который меня понимает. Потому что окружающие меня не понимали. Моя девушка, партнерша, тоже не понимала. Радовалась жизни. Вот. И тут я понял, что со мной оказывается все нормально. Оказывается, с другими и с большинством что-то не так. А это правда. Рождение – это страдание. Старение – это страдание. Смерть – это страдание. И можно выйти из этого круга рождения и смерти. Так вот. Вначале я прочел Тхамападу. Честно говоря, прежде чем я ее прочел, я вот прочел только первые стишки и сразу же начал переводить с польского на белорусский. Ну, чтобы там мои дорогие земляки тоже смогли познакомиться. Те, кто хотел. Не было тогда еще перевода на белорусский язык. Вот. Я сразу параллельно читал на польском. И на работе выкраивал себе время и переводил на белорусский. Я сразу с первых стишков понял, что это мое. Ну, скорее всего, да. То есть я этого не знаю, но, судя по всему, я, видимо, Тхамой уже был ранее знаком. И специально вот меня сюда заслали, чтобы с другими поделиться. На славянском пространстве, на русском языке. Ну, и на польском немножко. Я каждую сутту, конечно же, старался осмысливать. Для меня это не просто текст, это правда. Особенно, ребятушки, вот когда у человека есть какой-то личный опыт, ну, скажем, духовно назовем это так. Когда он с чем-то таким в жизни соприкоснулся, то есть шанс, есть вероятность, есть возможность, что он поверит. Потому что большинство людей, они, наверное, немножко, я не знаю, как правильно назвать, никого не хочу обидеть, но материалисты, что ли. То есть никогда просто, ну, им не выбыла такой возможности, наверное, шанса и удача соприкоснуться с чем-то. с чем-то извне этого мира, увидеть какой-то свет. Вот мне, к счастью, посчастливилось, выпала такая возможность.